Привет друзья, с вами заряженные AR новости мира виртуальной реальности. Сразу несколько независимых источников утверждают, что Oculus и Facebook активно работают над AR очками. CNBC, ссылаясь на внутренние источники, утверждает, что внутреннее название очков Orion, и они разрабатываются в Facebook Reality Labs. Небольшой экран позволит принимать звонки, стримить видео друзьям и показывать иную информацию. Пользователь будет управлять очками через голосового помощника, разрабатываемый той же командой. Facebook экспериментировала и с управлением с помощью контроллера в виде кольца, кодовое имя устройства Agios. Планируется это устройство к выходу не ранее 2023 года. Другой источник The Information рассказывает о другом устройстве, разрабатываемом вместе с производителем очков Ray-Ban. Названные Stella очки выйдут раньше, будут проще функционали и позволят компании понять, готовы ли люди носить AR-устройство на себе. Стоит отметить, что Luxottica, компания-владелец Ray-Ban, уже работала совместно с Google в 2014-м, создавая дизайн для устройства компании Google Glass. Все подробности мы узнаем уже в среду, когда начнётся первый день Oculus Connect, следите за новостями из первых рук на YouTube-канале и у наших партнёров на сайте Golografica.space. Ссылка в описании. AR только что получила в свои ряды нового игрока. Third Eye выпустила лёгкие очки X2. Устройство выглядит как массивные очки, поддерживает 6 степеней свободы, показывает картинку на двух экранах с углом обзора 42 градуса и разрешением 720p в 60 Гц. На корпусе устройства расположены одна 13-мегапиксельная камера и две широкоугольные камеры. Очки работают на кастомной версии Android и поддерживают 5 Га. Устройство весит всего 170 грамм и стоит 1950 долларов. Управлять очками предлагается голосом. Первые поставки ожидаются уже в октябре этого года. Apple явно не хочет уступать конкурентам и усиленно работает за закрытыми дверьми над своими AR-решениями. Но небольшие утечки появляются тут и там. В кодик версии iOS 13.1 были обнаружены отсылки к трем устройствам с разными характеристиками. Frank имеет 47 градусов горизонтального и 40 градусов вертикального обзора, у LAG 46 и 34 градуса, а у Garte 49 и 47 градусов. Были даже обнаружены 3D-модели самих дисплеев, предположительно созданные для вычисления искажений изображений. После всех этих находок сложно поверить, что Apple игнорирует AR-мир. Осталось лишь дождаться, когда компания представит свой продукт. HTC продолжает завлекать новых пользователей в свой ежемесячный сервис подписку – VivePort Infinity. Теперь владельцы Samsung Odyssey и Odyssey Plus могут получить 2 месяца подписки бесплатно. Всё, что вам нужно сделать, это установить приложение VivePort и запустить его с подключённым шлемом. Хоть подписка и бесплатно, вам потребуется ввести данные карты для продолжения доступа к библиотеке после 2 месяцев. Стоимость подписки после 2 месяцев будет 1000 рублей в месяц. Подписка даёт доступ к более чем 600 играм, и новые игры добавляются еженедельно. Стелс-игра Panther VR запустила сбор средств на Kickstarter. Голландская студия WolfDog Interactive известна по играм SkyWorld и VR Dungeon Night. Но новая игра погрузит нас в совершенно новый сеттинг. Больше всего Panther VR напоминает Payday 2, где вам с товарищами предстают стелси, либо в экшене ограбить банк, выкрасть ценность или секретные документы. На данный момент собрана уже треть запрашиваемой суммы. Игра выйдет на всех современных PC VR шлемах. Borderlands 2 VR для PC получила дату релиза. Стать искателем хранилищей можно будет уже 22 октября. К сожалению, VR-версия потеряла кооп-режим, но взамен обрела эксклюзивные для VR-версии перки и скиллы. В стиме вышла Spads on Earth. Игра, совмещающая в себе элементы стратегии и симулятора бога. Вы помогаете картофелеподобным героям объединить галактику, завоевав планету за планетой. Как высшее существо, вы сможете видоизменять своих подчиненных, наделяя их особыми способностями и бросая их прямо в жар поля боя. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. В комментариях пишите, выбрали бы вы AR-очки от Apple или от Facebook. Увидимся в виртуальной реальности.